Добрый день. Спасибо за приглашение. Я хотел бы выразить соболезнование родным, близким, погибших наших военнослужащих, тем, кто находится в медицинских учреждениях. Пожелать скорейшего выздоровления. Это трагедия, это, безусловно, большая боль для нас. Обидная боль. Просто слово обида, потому что так не должны умирать военнослужащие. Вообще желательно, чтобы военнослужащие никак не умирали. Не так и никак по-другому. Ну, значит, я что хочу сказать. Вот анализируя фотографии с мест трагедии, начну с этого. Это какой-то хлев был, не для людей. Что-то там, видать, очистили, что-то сделали и людей там разместили. На скорую руку. На скорую руку и так далее. Да, конечно, ответственный командир корпуса, его заместители, соответствующие службы, да, ответственность есть. Но это в том числе и говорит о том, что устав не работает в вооруженных силах Республики Армения. Нету дисциплины. Это вопрос дисциплины. Потому что, согласно уставу вооруженных сил Республики Армения, в местах, где используются различные обогревательные системы, то есть, в частности, которые работают на угле, на дровах, там, да, и на других стопустующих материалах, должен быть дежурный, дневальный, который должен меняться каждые два часа. Но, судя по тому, что произошло, устав никто не соблюдал. Устав никто не соблюдал. Значит, более того, в декабре 2020 года начальник генерального штаба, генерал Госпарян, издал указ, который запрещает использовать для розжига различные горюче-смазочные материалы и легко воспринимающие жидкости. Это запрещено указом начальника генерального штаба. И даже если он сейчас не находится на службе, а вообще по закону сейчас Республики Армения, он до сих пор является начальником генерального штаба. Но если даже сейчас он не в своем кабинете, то его приказ никто не отменял. И все соответствующие службы и структуры обязаны выполнять указ от декабря месяца 2020 года начальника генерального штаба. Это еще говорит вот о чем. Это говорит о том, что обстановкой в войсках ни министр обороны, ни начальник генерального штаба не владеют. Ни начальник тыла не владеет, ни начальник управления по психологической работе с личным составом. Их так называют замполиты, так называемые. Кто приехал, оценил, где расквартированы военнослужащие? Почему не были соблюдены пожарные нормы? Почему не было в местах дислокации личного состава, где они расквартировались, противопожарные системы, ну хотя бы в виде огнетушителя одного? Почему не было дежурства? Миллион почему? Миллион почему и почему самое главное? Начальник генерального штаба и министр обороны. Вот запомните, я говорю, министр обороны, понятно, человек не военный, но, Эдуард, ты человек военный. Почему вы не озаботились, как живет наш солдат? В каких условиях он расквартирован? Когда был генерал-госпорян начальником генерального штаба, мы каждую запятую знали о любой проблеме между солдатом и сержантом. И все докладывали начальнику генерального штаба. При генерал-госпоряне фактически были исключены все неуставные взаимоотношения, какие-то ЧПР, расстрелы, самоубийства. Это резко ушло на нет, потому что мы стали подходить к работе личным составом и с начальником управления по работе с личным составом. Не слишком ли смело вы говорите, пошли на нет? Разве пошли на нет? Давайте не будем углубляться. Значит так, при генерал-госпорении я углубляюсь и отвечаю за свои слова. Да, я хотела спросить, вы отвечаете за свои слова? Я всегда отвечаю, Гайна, ты знаешь, за свои слова. Я хотела подчеркнуть всего лишь. Да, спасибо. Пожалуйста. Значит, и тут не только командир корпуса. Вот я вам приведу пример. В феврале месяца 2020 года, когда сняли командующего армии обороны одного из наших, будем говорить, интеллектуалов, генералов Карина Абрамяна, по причине того, что была слежная лавина и погибли 11 человек. И я уже знал, что Пашинян командующего армии обороны снимет. Я позвонил в генштаб, сказал, не допускайте этот популизм. Журналисты сейчас налетели и так далее. Извините, где МЧС? Где сводки? Где взаимодействие МЧС с Министерством обороны? В Министерстве обороны за 26 лет не было сложено метеослужбы серьезной, которая бы предупреждала войска о каких-то природных катаклизмах. И по надуманной причине был снят командующий армии обороны Карина Абрамян и назначен джавалу Рутинян. Тогда я уже позвонил, сказал, ребята, его снимут, но боритесь. Потому что снимут, потому что будет война. Это операция. Вот сейчас говорю, должен уйти министр обороны, начальник генерального штаба, поддайте в отставку. Будьте мужчинами. Я не говорю, будьте офицерами. Поддайте в отставку. Вы не владеете обстановкой в войсках. И вы думаете, что такая ситуация только вот в этом пункте? Да, мы берем от частного в данном случае к общему, если перейдем. Я вам скажу так, это в подавляющем большинстве это так. У нас в армии есть кунги. На 10 человек, на 30 человек, на 40 человек есть кунги. Почему вы туда кунги не привезли? Почему несколько расквартировали там? Что такое кунги? Кунги это как вагоны такие. Там все сделано, ставится противопожарная система. Если ваших званий не хватает, обратитесь к генерал-майору Ишану Георгиевичу Матевосяну. Блестящая умница. Был начальником инженерных войск. Вот он не позволял таких вещей. Он привозил кунги, оборудовал их всегда. И всегда смотрел, как расквартирован личный состав. У нас в саперном подразделении в Ишану Георгиевичу Матевосяну эти кунги есть. Почему за два года, за четыре года вы не купили специальные палатки армейские, натовского образца? Там и кухня вам, там и кондиционер вам, там и отопление вам, там и кровати вам. Там все. Это разворачиваешь эту палатку, она разная. А не печку растапливать? Движок стоит, работает специально отоплительности. Да, это дорого стоит. Поменьше себе премий выписывайте за счет крови нашего солдата. Тогда будем разговаривать. А хочу сказать так. Сидеть на правительственном заседании с умным выражением лица. Этого сняли, того сняли. Первого, кого надо снять, это министр обороны. Он не владеет ситуацией в войсках, не владеет ситуацией ни один их начальник управления, не владеет ситуацией в войсках начальник генерального штаба. Вы не владеете ничем. Вы за два дня столько потеряли, сколько за 10 дней в 44-дневную войну мы не теряли. А глубинная причина в идиотской, отвратительной, бездарной, безграмотной кадровой политике в стране у нас назначение один хуже другого. Такая же ситуация в Варцахе. Сейчас уже начали людей Бако Саакяна, Сержико Саакяна назначать на различные должности. Опять старая гвардия начинает рваться к власти и идут на назначение. Системная проблема в государстве. Системные сбои на уровне глубоких подходов, на уровне даже элементарных базовых знаний, чтобы в наш, чтобы дойти до такого уровня, когда вы посмотрите, где вы солдат разместили. Я предлагаю министру обороны пойти неделю самому там пожить. Предлагаю начальнику генерального штаба пойти там пожить. Хорошо, еще не на землю их положили спать, да лучше бы на землю положили, наверное. А тут там, где коров держали или личный состав размещаете. Я еще раз говорю, это правительство недееспособно. Все. Каждый раз мы будем эту катастрофу терпеть. То на границе, то во внутренней политике, то во внешней политике, то елки наряжаете, светофорами себя окружаете. Эти деньги направьте на то, чтобы обеспечить нашего солдата, которого мать 18 лет растила с отцом. Положили на этих детей свое здоровье, чтобы вы, бездари, пришли и так в одну ночь убили всех. И вы что думаете, мы вам это просим, что ли? Когда-нибудь вот такие наручники на вашу шею оденем. Вы сделали все, все сделали для того, чтобы это был. Вот такой вот финал. 15 жизней молодых ребят. Почему они в этих условиях жили? Какие буржуйки 21 век? Не ездите на своих мерседесах, продайте свои мерседесы бронированно. Вы никому не нужны. Никто вас убивать не собирается. Продайте, купите эти палатки натоского образца. Закупите специальные силы и средства для того, чтобы было. Разогнали весь генеральный штаб. Оставили там чертся пойми кого. И вы за эти жизни будете отвечать. И начальник генерального штаба, и министр обороны. Пусть асфальтом занимает или идет обратно в школу. Катастрофа. И так во всем. Во всем. В этой стране так во всем. Вот пример приведу. Ребята изобрели... Ну, сами создали машинку, которая заряжает ленты. Пулеметные ленты. Ручную. Во время боя. Каждая секунда дорога. Каждая секунда. Предлагают нашему, нашей армии. Это мне говорят ребята, которые это изобрели. Которые обращались в нашу армию. Говорят, вот туда насыпаешь патроны, как попало. И он быстро-быстро заряжает ленту. Наши сделали. Две ленты заряжает. Что говорят им в армии? У нас на складах вот этого русского навалом, там из России, привезли навалом вот этих машин, которые заряжают лентой. Но наши специалисты, которые разработали свою, доработали там и сделали. Они говорят, российская вот эта, она заедает. Каждый десятый патрон заедает. Сказали, армия не хочет вот этих машин, чтобы заряжать ленту. Во время боя. Когда лента заканчивается, каждая секунда дорога. Пока ты руками это заряжаешь. Я на их глазах. Вот премьер-министр пускай слышит. На их глазах. Звоню ребятам, командирам, офицерам. Говорю, есть такая вещь. Наши говорят, что армия этого не хочет. Они говорят, может быть армия не хочет. Но ты представляешь, что это такое для нас? Во время боя вручную ленту заряжать. Пока я заряжаю, противник двигается. Это такой подход. Еще раз обращаю внимание правительства. Этих скалолазов в Министерстве обороны. Самые бедные войска в республике Армения, это инженерные войска. Инженерные войска. Вот когда иногда мне там некоторые даже военные специалисты говорят там, Азербайджан зимой наступать не будет, потому что это снег и так далее. Его инженерные войска настолько хорошо оснащены, военные специалисты, генералы, многие, и сегодня действующие генералы, и офицеры, полковники. Со мной согласны, что Азербайджанская армия настолько хорошо оснащена ее инженерные подразделения, что для них нету проблем, что зимой пройти в снег и раскрыть дорогу. Я эти свои глазами сам видел. С зимними покрышками обзавелись вовремя. Не только покрышками, техникой. Говоря покрышки, я им не буду. Да, я понял. Расчищал. Вот я что хочу сказать. Вот что у нас творится. Смотрите, вот 15 жизней, это знаете что? Граждане, вам говорю в Армении, откройте глаза. Это отражение всей системы республики Армения. Это отражение управления государством. Если от командира роты до премьер-министра он не знает, в каких условиях его солдат живет, это не премьер-министр. Это не министр обороны, это не начальник генерального штаба. Система государственная так не работает. Так работают вот сегодня в вооруженных силах России, на постсоветском пространстве и в отсталых африканских странах. В современном государстве, на которое мы претендуем, так жизни солдат не разбрасываются. И это, я вам скажу так, это не единичный случай будет. Такое расквартирование наших подразделений, я уверен, носит массовый характер. Поэтому сейчас массово должны выезжать на проверки и смотреть. Премии себе не кладите в карман, а начните закупать на коме для армии. Прежде всего обеспечьте солдата бытом несения боевого дежурства. Прежде всего. Владимир, давайте рассмотрим с вами, обсудим также вчерашнее выступление Сергея Лаврова. Блестящее выступление. Многие эксперты говорят, что это заявление, это как можно послужить, говорят, методичкой, как дорожную карту для того, как рассматривать проблему Арцаха. Давайте я зачитаю тем, кто, может быть, не слышал, небольшие кусочки, ладно? Чтобы потом я попрошу вас прокомментировать. Итак, Сергей Лавров вчера, пресс-конференция. Он говорил об уставе и о декларации, об уставе ООН, а потом сказал, что принцип самоопределения народов и принцип территориальной целостности, это два принципа, которые, это не его слова, а как головная боль, они один другому вроде бы противоречат, но вроде бы не противоречат. Это очень долго и долго об этом говорится, и давно об этом говорится, но он нашел какую-то вот такую формулировку. Итак, принцип самоопределения является универсальным. Давайте я зачитаю вот этот кусок. По его словам, в итоге в 70-м году родилась на свет имеющая юридическую силу декларация Генассамблеи ООН о прогрессивных принципах международного права и отношений между государствами, где целый раздел посвящен принципу самоопределения государства. Лавров добавил, что в этом разделе говорится, что принцип самоопределения является универсальным. Есть также и уважение территориальной целостности. Там говорится, что все обязаны уважать принцип территориальной целостности в отношении тех государств, чьи правительства соблюдают принцип самоопределения и представляют интересы всех народов, живущих на данной территории. Прошу внимания. Представляют интересы всех народов, живущих на данной территории. То есть, продолжает Лавров, по уставу ООН, мы обязаны уважать территориальную целостность тех государств, чьи правительства представляют все население своей страны. Здесь множество параллелей и множество вопросов. Представляют ли интересы армянского народа азербайджанские власти и избирало ли армянское население Арцаха президента Алиева? В общем, это один из вопросов. Там ряд вопросов. Ну, странно, конечно, что вы, когда говорили, эксперты это обсуждают, про армянских говорили, да, экспертов? Да, это сразу было подхвачено, потому что мы давно об этом говорили. Это у нас такой дешевый уровень экспертов. Давайте. Очень дешевый. А не дешевый вариант какой? Нет, нет, дешевый в том плане, что они даже не знают. Я, например, по уставу ООН знаю наизусть, части, касающиеся нас, да, что это. Лавров ничего нового не сказал. Просто с уст, из уст Лаврова, это хорошо, что это звучит. До этого Путин приблизительно то же самое говорил. Путин даже назвал статьи. И статьи, и параллели с Косово. Да, да. Значит, мы уверены в том, что сказал Лавров. На самом деле тут никакой двоякости нет. Он сказал, что этот вопрос до 70-го года был спорный. Все-таки, да? Право народа или суверенитет? Нет. Территориальная целостность или... Ну, суверенитет и есть территориальная целостность. Потому что нету территориальной целостности, нету суверенитета. Вот как у нас. Значит, что из этого следует? Народ Арцаха, во-первых, я уже говорил, он прошел все этапы. Референдума. И он отделился от Азербайджана. Азербайджан не управляет этой частью территории и этим народом. Если берем как Арцах, как этнические армяне, которые до 90-го года проживали на его территории, где он начал этнические чистки в Азербайджане. На территории своей автономной области. Он сначала начал в метрополии. Так. В Сумгаид, Баку, потом Кировабад. Как раз эти дни, кстати. Да. Он начал уничтожать там, даже не в автономии. Не в автономии. В Сумгаиде не было автономии. Кировабад тоже не в автономии. И бакинские армяне тоже жили не в автономии, а жили в метрополии. Он начал производить чистки. То есть, он уже не претендует на страну, которая управляет своим народом. Представляет интересы. Он представляет интересы геноцидального правительства. Молодой турецкой политики. Он вырезал определенную этническую группу. Но были сопутствующие жертвы. Если у армян были смешанные браки. Русские, евреи, лесгины, Азербайджан. То и они тоже погибали. То есть, там страдали, конечно, 95% погибших армяне. Но были сопутствующие убитые. Которые смешанные браки и так далее. То есть, Азербайджан полностью попадает под ту классификацию. Поправки к... Винерразъяснения. Декларация в Индон-Ассамблее. Да. Это как было разъяснение. То есть, после этого армяне бежали в Нагорный Карабах. В автономию, где компактно проживают армяне. Ну, а и туда пришли с войной их убивать. Уже с войной, кстати. Уже с войной. Ой, да, уже пришли до конца уничтожить и очистить. То есть, Азербайджан, потому что записано в Уставе Организации Объединенных Наций, мы и все мировое сообщество не может и не должно уважать его суверенитет. Или территориальную целостность. Потому что он нарушил основное положение, как здесь указано, да, в отношении определенных народов, которые претендуют. При том, что если мы возьмем территорию Западного Прикаспия, где на протяжении десятилетий, веками, был геноцид не только армян, но и лесгин, талышей, да, аварцев и многих других народов. И эта политика исходила еще 130 лет назад, она была, началась в Турции и так далее. И все это, этот инструментарий начал работать в Западном Прикаспии. И вот политика геноцида, то, что было разработано определенными центрами силы, она до сих пор продолжается. Поэтому, конечно, Лавров, когда говорил, он прежде всего это примерял к территориям, которых они признали, Донецку и Луганску. Да? Ну, естественно, он не отца что-то имел в виду. Он может иметь в виду и берег слоновой кости, если там есть проблема. Но он озвучил ведь концепт организации, который касается напрямую нас. Тогда вопрос к вам, господин Лавров. В чем проблема, если вы такой с законом международный послушный человек и Российская Федерация, настолько слепо и четко, безукоризненно придерживаясь основным пунктом Устава Организации Объединенных Наций, может быть, пора бы и продемонстрировать, что вы не однобоко относитесь. Давайте по Карабаху сделайте такое же заявление. Тогда заявите, что вы признаете. Нагорный Карабах. Как суверенитет. О чем это говорит еще? Мы годами, мы, я имею в виду, мы, это не я, не вы, а эти чебурашки во власти у нас, до этого, сейчас и так далее. Не двигались в этом направлении. Мы за это не боролись. И сегодня не боремся. Ну, зато председатель парламента Армении заявляет, мир против. Я хочу сказать, Олену Симоняну, тебе дали четко понять. Открой устав, почитай. Почему вы не говорите об этом? Почему вы постоянно врете своему народу, что мир против? А вот смотрите, что теперь получается. Что заявила председатель парламента Франции? Мы придерживаемся международных норм. Да? Да, не признаем. Ну, да, потому что пока что международные нормы. Естественно, они по-другому как могут сказать? Никак, правильно? Да. Значит, председатель парламента Франции в том числе и сказала, что она и ее страна придерживаются всех пунктов организации объединенных наций. Так вот, господа французы, американцы, вот документ. Вам их озвучил министр иностранных дел России. И хочу сказать нашему правительству, перестаньте врать народу. Хватит народ вводить в заблуждение. У вас этого шанса уже не осталось. Я, помните, много раз говорил, да, что право народа на самоопределение и суверенитет, да, территориальная целостность, они как бы стоят в одной плоскости. Но, в принципе, из декларации ООН исходит, что да, страна заслуживает этого при условии, что она управляет этим народом, и народ не хочет отделиться. Ни одного из этого пункта Азербайджан не соответствует. Может быть, и Лавров послал какой-то сигнал и Алиеву, смотри, мы можем и так развернуться, а может и не так, но я в это мало верю. Конечно, эта рубашка примирялась в соответствии с Донецкой и Луганской, то, что там Херсон, там и так далее, то, что они считают, что это уже их народы, типа, самоопределились. Но чтобы Лавров не преследовал, дело в том, что, давайте так, вот наши Пашинян, Ален Симонян, Арарат Мирзаян, постоянно демонстрируют, что они борются за Карабах. Господа, если вы демонстрируете, что вы боретесь за Карабах, за Карабах, почему вы, как Сергей Лавров, не зачитали вот эту выдержку из устава ООН? Боязно. Кого боимся? Спрашиваю. Паскай идут, вешаются, прыгают, топятся, стреляются, боитесь? Может, того же Лаврова боятся? Или нет? Я не понял, Лавров что, вампир какой-то, что его боятся? Он человек такой же, с двумя руками, двумя ногами, головой и так далее. Почему же Лавров? Мы суверенное государство. Лавров нам что, указ? Нет, конечно. Если люди боятся отстаивать право на жизнь наших граждан, соотечественников в Арцахе, если они боятся открыть свой рот, им там не место. Вообще им давно не место там, они вообще должны не быть никогда в политике. Хорошо, давайте еще раз я зачитаю эту формулировку. Итак, принцип территориальной целостности. Все обязаны уважать принцип территориальной целостности в отношении тех государств, чьи правительства соблюдают принцип самоопределения и представляют интересы всех народов, живущих на данной территории. Вы напомнили про события Сумга и Табаку. Многие могут сказать, что это было давно и неправда. А вот сейчас я вам предлагаю все права и, что там, права, которыми обладает наше население. Итак, представляет ли государство Азербайджан и будет ли представлять интерес армянского народа? А ли вы такого права говорить, что он управляет этим народом, нету? Не было и быть не может. Собака лает, караван идет. Давайте охарактеризуем отношение Алиева к населению Арцаха. Отношение, которое не только Алиев, государственная политика и насаждаемая среди своего населения. Отношение населения к армянскому населению. В данном случае осталось население только на территории Арцаха, которое они считают, что, как вы сказали, интегрировать, не интегрировать, можно интегрировать. Во-первых, с 1994 года по сегодняшний день Азербайджан всегда демонстрировал свою агрессивность. Всегда были стрельба, были попытки наступления в 2016 году, в 2015 году. Всегда работали снайпером, он всегда убивал. В 2020 году он развязал войну, и мы видели, как казнили старика, отца и сына, расстреляли в Гадруте. Это один случай был, увидели, а сколько было? А сколько мы еще видели, как горло перерезали и так далее. Люди оставались в своих домах в том же Гадруте, и потом, что с ними? Да, были самые страшные, жуткие вещи, которые он делал. Он пошел в войну. Это говорит о том, что он, во-первых, уже 30 лет не управляет Карабахом. Более того, он не перестает угрожать Арцаху убийством. Сегодня он, Карабах, держит в блокаде. То есть, приводит к удушению Арцаха по гуманитарности. Сознательно. Более того, на пресс-конференции он всему миру заявил, блокады нет, дорога открыта, можете уезжать. То есть, это выдавливание страны. Это видно, что ООН проводит политику зачистки. ООН идет по пути убийства и уничтожения граждан. Это в 21 веке, когда мы уже давно, в 20 веке, забыли, что такое Бухенвальд, Освенцум и так далее. ООН это право говорить, я вам предоставлю это и то и другое. ООН может говорить национал-предателям в Арцахе, национал-предателям в Армении. Ну и прочие мразоти, которые в нашей стране есть. Он потерял это право и говорить об этом не может. А мы должны активизировать свою работу во внешней площадке и оказать мощнейшее давление с целью принудить Азербайджан признать и открыть Лачинский коридор. И оставить Лачинский коридор за Армении, чтобы Карабах имел сухопутное сообщение и воздушное с Арцахом. И мы должны принудить Азербайджан к этому путем различных международных решений, в том числе в силовом плане. Поэтому то, что вы говорите, он сейчас может, он не может так заявить. Он ставит ультиматум. Либо вы будете жить, как граждане Азербайджана, либо я вас уничтожу. Либо голодом уморю, либо болезнями, либо военным путем. Он уже говорит, мир это услышал. То есть, фактически, все эти пункты устава ООН сегодня полностью работают на Арцах и на Армению. Другое дело, что вот эти пацифисты эпохи мира в этих больных головах, которые есть, они не борются за Арцах, они только кричат о гуманитарной катастрофе. Вообще-то, Арарат Мирзаян должен был бы это зачитать. Это должен был бы зачитать Зоураб Нацаканян в свое время. Эдик Налбандян должен был зачитать вот это все. Никто из них это никогда не зачитывал. Никогда. Это же с 70-го года поправка есть. За все эти годы, не считая нашего аппарата, мы это отмечали в 90-х годах, в начале. А вот сейчас никто. Потому что все начали с какими-то международными центрами силы восьвось делать, договариваться, деньги зарабатывать и так далее. Вы посмотрите, мы до сих пор не построили север-юг, дорогу. Мы не протянули газ с Ирана. Мы не построили ни одного нефтеперерабатывающего совместного завода с Ираном, чтобы быть самодостаточным в обеспечении. Почему? Потому что мы не построили ни одного военно-промышленного комплекса, серьезного, за все эти десятилетия. Почему? Потому что все говорят, что русские обидятся, эти не разрешат. Всегда у нас такая позиция была, эти обидятся, эти не разрешат, а зачем с этими ссориться. И зарабатывали себе очки на международных площадках, которые им разрешали грабить. Это будет Запад, это будет Европа, это будет Россия и так далее. Эти были присмыкающими. Они присмыкались как животные, как млекопитающие. И наносили огромный урон. Поэтому я хочу сказать всему армянскому дипломатическому корпусу, Арцаху, хочу сказать, наконец, руководителям, ребята, вы далеки от понятия государства. Вы вообще не знаете, у вас катастрофа там. Ну не знаю, справится Рубен Варданян, не справится, не знаю. Но в любом случае, если даже Рубен Варданян очень захочет что-то сделать, вот я Рубену хочу сказать, у тебя нет там никого. Никого, с кем ты можешь какую-то стратегию обсудить. Вот сейчас до меня доходят информации, что возможно там будут... А стоит ли сейчас говорить об этой информации? А почему нет? А давайте нет. Нет, я же не говорю ничего плохого. Давайте. А что это все равно будет? А вот они хотят сейчас какую-то реформу провести с аппаратом Совета Безопасности. Это не секретная информация, они имеют реформу. Я же не говорю, какую реформу, и структурную. Вот я хочу задать вопрос. Это же о чем говорит? Люди не системные. Прежде чем что-то переформатировать или провести какие-то структурные реформы, нужно выработать стратегию, повестку государственную, внутренняя политика. Это азбучные истины. Внешняя политика. Это азбучные истины. Я же с особыми людьми разговариваю. А с особыми. Вот. Значит, вот когда вы выработаете тактику, стратегию, что мы делаем, для чего мы делаем, где вот начало, где конец, куда мы двигаемся, вот под эти цели и задачи вы создаете систему. У вас еще целей, задачи и стратегии нету, а вы делаете систему. Знаете, что они делают? Они будут эту задачу ставить под систему. Имеющуюся. Да, а не систему под задачи. Это не есть реформа. Если говорится о реформах, значит, что-то надо... Это просто скажу так, как это говорят. Я не знаю, как по-русски, я считаю, как перевести. Ну, в общем, идиотизм, наверное, да? Простое слово. Ну, может быть, вы пессимист? Просто. Пессимист, это хорошо информированный оптимист. Хорошо, на этом давайте завершим. Спасибо большое. Вам спасибо. Спасибо всем, кто следил за нашей беседой. Напомню, что мы беседовали с политическим деятелем Владимиром Пагусяном. Беседу Вилагана и Аракеляна. Всех благ. Спасибо.